Всем привет! Вы на канале The Collector и это рубрика «Что это?». И сегодня мы распакуем новую серию яиц Smashers от компании Zuru. На моем канале уже есть распаковка подобных наборов. Посмотреть эти видео можно, перейдя по подсказке. Но перед тем, как приступать к распаковке, нажмите на паузу. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А также поставьте этому видео лайк. Заранее огромное всем спасибо! Этот набор обошелся мне в районе 50 долларов. Забыл сказать, что эта серия связана с лавой. Именно поэтому во всем наборе преобладают красно-оранжевые цвета. Также Zuru выпустили мини-наборы, которые идут в виде вулкана. Этот набор, кстати, стоит около 12 долларов и я его уже открыл. Внутри шел вот такой скелет динозавра и в пакетике лава-слайм. Я как раз его продемонстрирую, чтобы размяться перед распаковкой большого яйца. Ну и те, кто смотрел предыдущие выпуски с распаковкой этих наборов, должны помнить, что у меня всегда под рукой влажные и сухие салфетки. Так как внутри очень много всякой всячины. Вот так выглядит гид коллекционера в мини-наборе. И сейчас мы посмотрим, что же нам приготовил большой набор. Фишка, кстати, этого набора заключается в том, что вот в эту торчащую часть добавили какой-то механизм. И насколько я понимаю, он пригодится при сборке скелета динозавра. Ну что ж, приступаем к распаковке. На удивление, оторвалось всё чётко по линии. И вся этикетка осталась практически невредимой. Конечно, если не считать место отрыва. Так, здесь идёт дополнительный слой. И открываем само яйцо. Так, да, я уже вижу, что здесь вот эта штука вытаскивается. Но пока оставим её так, как она есть. Внутри идёт вот такой отдельный пакет в виде пламени. Очень круто, кстати, стилизовано. Мне нравится. Гид коллекционера и что-то новенькое. Да, кстати, я показываю, что яйцо разбирается на 4 части. И легко собирается обратно. Отставим его в сторону. И смотрим наклейки. Glow in the dark stickers. Круто. Всё, как я люблю. Стикеры, которые светятся в темноте. Надеюсь, среди этих стикеров нету никаких спойлеров. Какой именно динозавр мне попался. А вот в гиде коллекционера есть. И я уже вижу, что это за динозавр. Сейчас покажу вам тоже. Резачок, кстати, тоже всегда под рукой. Не убираю его далеко, потому что здесь очень много всего надо распаковывать. Отдельный гид коллекционера идёт к мини-яйцам, которых здесь должно быть, по идее, 6 штук. По крайней мере, в предыдущих двух наборах их было по 6. Здесь точно не знаю, потому что очень уж маленький гид коллекционера по сравнению с тем, который был там. Там прям много было всяких разных динозавров. Так, и судя по всему, мне попался Т-рекс. Ага, теперь вижу, зачем эта штука. Ладно, мы к механизму, который встроен сюда, вернёмся ещё обязательно. И вот так выглядит Т-рекс, который мне попался. Надо проверить. Да, это Т-рекс. Меня обвиняли в том, что я ошибся в прошлый раз с названием динозавра. Ошибся, потом исправился. Человек не досмотрел, поспешил сделать выводы. Но ничего страшного, я за адекватную критику. Пишите в комментариях обязательно всё, что вы думаете. Любые, так сказать, предложения, замечания и так далее. Если я не ошибаюсь, в ледниковом периоде всё было на одном. То есть, вся информация на одном листочке. Как вы видите, гид коллекционера мини-фигурок. И, собственно, здесь он идёт отдельно. Так, ну а здесь не показано, кроме Т-рекса, кто ещё может попасться. Ладно, давайте приступать непосредственно уже к шагам. Иначе всё это довольно-таки сильно затянется. И перед тем, как начать стирать защитные слои и выполнять пошаговую инструкцию, давайте откроем, конечно же, всё содержимое. А конкретнее вот этот пакет. И посмотрим, что внутри. Кстати, я два раза уже его сравнивал с шариком в торговых центрах. И, как вы видите, он реально похож на шарик. Вот здесь даже надувается, судя по всему, через эту штуку. Здесь есть линия для отреза. И посмотрим. Да, всё чётко отрывается без каких-либо проблем. Так, первое яйцо. Подставка под яйцо. Физинг лава. Так, вообще очень страшно, конечно, это всё распаковывать. Потому что мне уже дважды не везло. И я заливал стол. Лава слайм, кстати, который идёт в маленькие наборы. Так, два. Три. Лайт-ап-дино. Мега-лайт-ап-дино. Не знаю, ещё какой-то пакетик. Кстати, не очень, если честно, пахнет. Прям жёсткой химией. Ну, а с другой стороны, что я хотел. Здесь столько пакетиков с содержимым разного наполнения. Полар-ченж. Так, что-то тут меняет цвет. Пять. Пять. Вот, в этот раз они положили всего пять яиц. Надеюсь, всё остальное содержимое будет достойно того, чтобы они меняли количество мини-фигурок. Потому что цена в 52, по-моему, или 50, или ровно, долларов, конечно же, такая себе. Так, здесь показано, как разбивается эта штука. Но не написано количество яиц. Скорее всего, это всё написано на обёртке. Но я уж не буду доставать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Получается пять разных ёмкостей, где спрятаны части динозавра. Пять мини-яиц. Их я пока убираю. Они нам пока не нужны. Их будем распаковывать по традиции в самом конце. Я положил это с правой стороны от себя. И по центру у нас будет всё действие. Первое, что нам нужно будет сделать. ColorChangeSend. Ага. Так, чтобы вы убедились, что я не вру. Вот, что у нас под первым защитным слоем. И так как я уже, можно сказать, опытный. Хотя всегда идёт что-то не по плану. Я постараюсь сделать это очень быстро. Ещё то, что мне не очень нравится, что на пакетиках нету хотя бы вот визуальной инструкции. То есть здесь есть на английском языке написано. Но не все понимают как бы язык. Поэтому лучше дублировать. Хотя бы интуитивно понятно, чтобы было что делать с содержимым. Так, пакетики тугие. Хотя и на них есть специальные надрезы. Здесь внутри лежит хвостик. Он лежал прямо на поверхности. И это, судя по всему, кинетический песок. Вот так выглядит хвост Тирекса. За него ухватился какой-то маленький динозаврик. И такое мы уже видели в предыдущих наборах. Ладно, да простит меня мой стол. Давайте высыпем содержимое. Чтобы убедиться, что здесь больше ничего нету внутри. Я, конечно, не планирую это всё там выбрасывать сразу. Но тем не менее. А, я понял в чём фишка. То есть, это кинетический песок. Наверное, кинетический. И он меняет цвет с оранжевого. Я даже не знаю, как это показать. С оранжевого на жёлтый. То есть, вот он в руке жёлтый уже. И становится ещё жёлтее. А если открыть его вот так, разломав пополам. То внутри он красный. Но, если честно, я не большой фанат кинетического песка. Потому что его потом невозможно собрать обратно. Хотя гораздо проще, чем некоторые виды слайма. Здесь обошлось относительно без жертв. Убираю в сторону. Оставляю часть динозавра. Протираю руки исключительно ради того, чтобы всё это не смешивалось. Чтобы кинетический песок не попадал в слайм. И так далее. Так. И идём дальше. Вторая часть. Что это? Лава. Лава слайм. Ну вот. Как я и говорил. То есть, после песка идёт слайм. Чтобы это всё не смешивалось, я буду протирать руки. Так, кстати, таким образом выглядит вся карта. Целиком. Ну или пошаговая инструкция. Кому как удобно. Но здесь написано мап. Стол я, между прочим, тоже протираю. И туговато. Как хорошо, что под рукой есть резак. Потому что пакеты очень плотные. Я понимаю. Это ради того, чтобы, так сказать, не порвалось. И всё не повытекало. Всё содержимое. Ох, как много здесь слайма. Здесь у нас ноги динозавра. Огромные ноги. В слаймовых соплях. Так. Весь слайм я не буду вычищать. Из пакета я имею ввиду. А с деталей мы, конечно же, уберём. Убирается, кстати, легко. Но я всегда так говорю. И в итоге жалею об этом. Да, вот с первой ноги всё довольно-таки неплохо. Убралось относительно неплохо. И теперь надо убрать это со стола, с пальцев. В общем, это довольно-таки небыстрый процесс. Видео может затянуться. И я думаю, что перед началом таких видео надо брать что-то вкусное. Надеюсь, вас не смущает вид слайма и других штук, которые вы видите. И вы спокойно можете попить чай. Так. Слайм убираем. Он с трудом, конечно, убирается. Прям с большим трудом. Так. Всё. Обрываю. Не буду собирать его прям по частичкам. Ну, в общем, такое. Опять же, именно поэтому под рукой у меня салфетки. Чтобы каждый раз не вставать и не ходить мыть руки. Итак, как бы я не зарекался, всё равно на распаковке таких наборов приходится прерывать процесс съёмки. Чтобы протереть стол, да и в принципе, чтобы не было никаких частичек. Ну, чтобы не разводить грязь, так скажем. Нога первая. И нога вторая. Выглядит очень массивно. Уже даже по одним ногам. Надеюсь, что фигурка будет очень крутой. Тем более, в неё там вставляется механизм. Она будет что-то рычать, что-то говорить. Я думал, это будет в конце. Но это номер три. Физинг лава. Я могу лишь предположить, что это будет. То есть, я надеюсь, по крайней мере, что это такая же штука, как была в распаковке яйца по ледниковому периоду. Когда заливаешь воду и маленькие шарики внутри увеличиваются. Создавая такой эффект снега. Ну, в данном случае лавы. И как бы это лучше всего сделать? Я даже не знаю. Эх, ладно. Когда я отказывал себе в удовольствие немножко попозориться. Это будет чистейший эксперимент. И я на камеру покажу, что это из себя представляет. Я всё-таки решил пожалеть свою столешницу и накрыл её плёнкой. Хотелось бы мне думать, что же может пойти не так. Ага. Всё. Я вижу. Вот внизу есть инструкция. Сюда нужно залить воду. Собственно, воду я и приготовил. И давайте откроем защитную плёнку на этой коробочке. И приступим к экспериментам. Здесь, кстати, не герметично. И немножко вот этого порошка уже есть на поверхности. На самом деле это очень странно выглядит. То есть здесь на поверхности эти уже детали. Я думаю, чтобы их получить, можно их просто отковырять. Ну что, я зря воду наливал. Нужно 160 миллилитров. Я набрал мерный стаканчик. Здесь у меня 400. Так что буду потихонечку добавлять. Так. Пошёл процесс. Что-то шипит. Так. Но я уже нормально добавил. Так что больше, наверное, не буду. Оно начинает сильнее шипеть. Ставлю ближе. Вот так, чтобы захватить. Потому что здесь вот этот песок или что это, непонятно. Оно как-то с краю. Судя по всему, сюда всё-таки попала вовнутрь вода. Потому что упаковка была не герметичная. И она уже немножко как бы подмочила этот песок, который должен был извергаться, судя по всему, как лава. Немножко его подмочила и он вот застыл. Может, кстати, из-за этого пахло такой химозой. О чём я сказал в начале. Когда я только распаковал пакет. Ну да, это какая-то странная штука. Она шипит, пенится. И мне даже кажется, на микрофоне это слышно. Я почему-то беспечно так засовываю туда пальцы. Но всё-таки это игрушки для детей. Я сомневаюсь, что там что-то опасное. Так, а здесь у нас получается две руки, две лапки. Ну и, собственно, всё. Вот вам и вся лава. Возможно, у меня просто она была такая подпорченная. Поэтому не получилось какого-то фонтана, фейерверка и так далее. Не сказать, что я разочарован. У меня уже было достаточно фейлов с разливанием всего на свете. Но хотелось реально какого-то фейерверка. Я вот даже подготовился, прибираясь и возвращаясь с чистым столом и чистыми руками. Во-первых, попались две вот такие маленькие лапки или руки. Не знаю, что там было у динозавров. Ну и, собственно, вот эта коробочка, она тоже осталась невредима. Здесь можно хранить либо слайм, либо мини-фигурки, которые попадутся в мини-яйцах. В общем, где-то она да пригодится. Ну а мы переходим к предпоследнему четвертому шагу. И открыть нам предстоит вот этот пакет. И что-то мне подсказывает, наверное, опыт предыдущих распаковок, что это хендгам. То есть жевательная резинка для рук, так скажем. Ну или просто резинка для рук. Да, пожалуй, минус этого набора в том, что эти пакеты очень туго открываются. И без подручных средств это будет сделать проблематично. Так, это уже интересно. Похоже на пенопласт. Это очень интересно. Звук приятный. Так, здесь голова. И вы посмотрите, как это забавно выглядит. Терекс, который объелся пенопласта. Да, почему-то производители не думают о том, как это все потом выковыривать из разных частей. Положили бы какую-то, я не знаю, палочку специальную, пластиковую или щипчики. Вот, например, такую, которая шла в наборе сокровища инопланетян. У меня буквально под рукой стоит этот набор. Поэтому сразу же на наглядном примере показываю. Так, ну это, блин, очень странная штука. И я такую еще не открывал. Не знаю, насколько это прикольно. Но вот по ощущениям это реально такой пенопласт. Мягкий. Она вообще практически невесомая. Камера, наверное, тоже передает этот термоядерный цвет. Но я думаю, так ее мять не надо. Вот так, как бы, пальцами разрывается. И при этом, что плюс, она не сильно крошится. Вот так это все выглядит. Ну, на самом деле, кто кайфует от вот этих всяких штук, там слаймы, вот эти всякие видео, где, знаете, мнут эти штуки. Я даже не знаю, как это называется. То есть, кто от этого кайфует, им будет распаковывать такой набор. Очень интересно. Видите, даже я залип именно на этом пакетике надолго. Потому что первый раз открываю это. И вот так выглядит голова Тирекса. На самом деле, она такая очень увесистая. Мне кажется, даже размером с какую-то вот мистери мини с фанка фигурку. Не размером, точнее, а весом. Ставлю ее сюда. Ну что ж, как вы думаете, какой шаг будет следующим? Шучу. Конечно же, распаковка Mega Light Up Dino. Точнее, на пакете так написано. Но, как всегда, для чистоты эксперимента, стираю последний защитный слой. И стираю, кстати, вот этими щипцами. Наверное, я их буду использовать при каждой распаковке таких вот больших наборов. Потому что это незаменимая штука. Что это такое? Так, я не совсем понимаю, потому что под последним, пятым защитным слоем какая-то непонятная капсула. А у меня только вот этот пакет. На просвет я не вижу, что внутри. Ну, давайте, собственно, открывать и смотреть. Кстати, посмотрим, поможет. Нет. Все-таки эти щипцы не помогут. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ага, ну здесь туловище. Ага, наверное, ну туловище сильно не прятали. То есть, здесь внутри ничего нету в последнем пакете. Ну и, собственно, он не зип-пакет. Я его просто разорвал. Туловище не прятали. Оно открывается. Открывается и сюда вставляется уже вот эта часть. Собственно, к ней возвращаемся. Достаем ее. Классно, что сама эта штука остается. Просто вот уже нету звукового эффекта, потому что я достал сердцевину. Вот так выглядит сердцевина. И теперь вопросы отпали сами собой. Ну, то есть, что это было под последним пятым защитным слоем. И так, нужно еще правильно вставить это все дело. Даже интересно, как это все будет работать. Но сейчас дособеру и будет уже понятно. Я подозреваю, что запускать весь механизм будет хвост. Но мы это проверим, когда соберем полностью. Так, Тирекс получится очень огромным. И маленькие ручки-лапки. Мы так и не определились. Точнее, я не определился, что это. Ручки или лапки. Наверное, когда его заставляют что-то сделать, это лапки. Надеюсь, вы поняли шутку. И хвост. Да, действительно хвост активирует. Я его пытался сделать вверх ногами. Блин, ну на самом деле классно смотрится. У него такой полупрозрачный хребет. Здесь сердцевина меняет цвета. Еще при этом идут звуковые эффекты через горловину. Здесь специальные дырочки для динамика. Вот так это выглядит на столе. Я просто взял первую попавшуюся фанко-фигурку, чтобы сравнить размеры. Скажу, конечно, что Т-Рекс все-таки побольше весит. Но тут и механизм, и более такое литое туловище, чем у этой фанко-фигурки. Возвращаемся к Т-Рексу. Выглядит он очень шикарно, на мой взгляд. И в этом плане Зуру и их наборы Смешерс все-таки прогрессируют. У него полупрозрачный хребет. Офигенно большая детализированная голова. Сзади на хвосте у него болтается маленький динозаврик. Ну и в целом это смотрится очень круто. Отставляю его в сторону, чтобы распаковать 5 мини яиц. Так, инструкция нам тоже уже не нужна. В принципе, мы все поняли, как это работает. И еще обязательно подведем итоги. Итак, не вижу смысла распаковывать эту подставку, потому что в ней крайне неудобно разбивать эти яйца. Да, кстати, я не показал яйца поближе, но те, кто смотрел мои предыдущие обзоры, наверняка знают, как они выглядят. Они также состоят из 4 частей и практически таким же образом распадаются, как и большое яйцо. Тут нужны небольшие усилия и очень классная фигурка. Сейчас посмотрю гид коллекционера, чтобы не ошибаться и сразу говорить, как называются эти фигурки. Ну и, собственно, кто мне попался. Мне попался пиродактиль. То есть, как птиродактиль, только пиродактиль. Что-то на манер всей коллекции. Вот так он выглядит на бумаге. Ну и, собственно, таким образом выглядит вживую. Фигурка довольно-таки интересная, за исключением того, что она крайне неустойчивая. То есть, это резина, и я не особо поклонник таких фигурок. Так, кстати, с яйцами я ошибся. Они на 6 частей распадаются. А большие на 4. Что ж, далеко гид коллекционера я не убираю. Лучше уберу подставку. И мы быстренько, быстренько, потому что видео уже затянулось, распакуем остальные 4 яйца. Так, здесь фигурка побольше. И это, блин, это какая-то крыса, что ли. У них, кстати, нету градации на редкие, супер редкие и так далее. Сайзл Бир. Это медведь, типа. А, ну да, это медведь. Просто у него на спине какой-то хохолок непонятный. Я подумал, что это крыса. А это, оказывается, медведь. Ну, в общем, вот такой медведь. Так, погнали дальше. Добавим немножко экшена. И вот такой, кстати, у меня уже есть. Это раптор, и здесь я уже не ошибаюсь, потому что мне писали в комментариях, что я ошибся в прошлый раз. Хотя я и справился потом, по ходу видео. Ну вот, о чем я и говорил. Хорошо стоит только медведь. Остальные попадали. Предпоследнее яйцо. И это у нас бронтозавр. Ну, а что, кстати, милые. Они, насколько я помню, вообще были травоядные. Вот так он выглядит. Ну, и посмотрите на эту мордаху, конечно же. Конечно же, он не несет никакой угрозы. Последнее яйцо, и будем подводить итоги. Кстати, я не сказал о том, кого бы хотел, чтобы мне попался. Ну, да ладно. Так, и это повторка. Впервые у меня такое, чтобы мне попадались в этих наборах повторки. Но, если честно, это ненасколько не омрачило мое впечатление о распаковке. Переходим к итогам. Итак, я всегда довольно-таки практично высказываюсь насчет того, нравится мне набор или нет. Практично в каком плане. То есть, я всегда сужу, что же у меня остается после распаковок, помимо положительных эмоций. Здесь, как мы видим, остался большой Т-рекс, который, кстати, с механизмом внутри издает звуки, переливается. В общем, очень интересная задумка. Пять разных мини-фигурок. Это на одну меньше, кстати, чем в предыдущих распаковках, насколько я помню. И при всем при этом мне еще попались повторки. Но, как бы, здесь и гид коллекционера гораздо меньше. Точнее, коллекция гораздо меньше. Как всегда, осталось большое яйцо, которое можно легко собрать обратно. Не будем забывать про наклейки, которые светятся в темноте. Подставка для яиц, которая, ну, по сути, не играет никакой роли. Куча шелухи от яиц. Пластиковые, конечно же. И эти яйца гораздо сложнее собрать обратно, чем вот большое. Лава-слайм. По моему личному убеждению, кинетический песок, который меняет цвет при прикосновении. Ну, скорее всего, от температуры зависит. Ну, и вот эта непонятная штука, которая очень похожа на пенопласт и довольно-таки залипательная. То есть, получается, у нас остается три пакетика с разными наполнителями. Большая фигурка, пять мини-фигурок, ну и, собственно, само большое яйцо. Еще, конечно, можно взять во внимание, что остается вот такой сосуд, которым, как я и говорил, можно хранить эти мини-фигурки. Ну, и на этом все. А теперь о ценообразовании. Я, конечно же, считаю, что это очень дорогая цена для данного набора. Но, во-первых, этот набор новинка, а по каменному веку я покупал гораздо дешевле. Во-вторых, большая фигурка динозавра здесь эволюционировала и в ней появился механизм. Ну и, в конце концов, если выбирать между вот этим мини-набором и большим, я бы все-таки выбрал большой. Потому что, хоть цена и отличается в разы, но вот этот набор точно не стоит своих денег. Здесь всего лишь пакетик слайма и маленькая фигурка динозавра. Но, в любом случае, выбор остается за вами. Я надеюсь, что это станет уже хорошей традицией, когда я показываю в конце видео, что будет в следующей распаковке. А там будет вот этот набор. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А также ставьте лайк этому видео, если вдруг сомневались и не сделали этого в самом начале. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого набора. И спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!